Здесь у меня слива. Каждый год я собираю эту сливу. Но собираю плохо. Смотрите, видите, это одна из китайских слив, одна желтая. Дерево исполнилось 40 лет. Давайте посмотрим на него, полюбуемся. Вот. Она опять свело. Видите? Смотрите. Отсвело. То есть опять будут плоды. Ну, прошлый год у меня был такой обильный, что я уже с него... Ну, так, приезжают гости, говорят, соберите, а то пропадут ведь. Кто-то собирал покушать, тот собрал лакосик. Сам факт, сорокалетнее дерево. Вот оно. Сорокалетнее. У меня там еще одно есть, вон там далеко. Вот. А дальше, если переключиться, лучший вишневый, самые морозостойкие в мире, саморожайные в мире, вишневый сад. Вот там еще, еще. Но тут край, тут край, мы уже возвращаться не будем. Смотрите, одна. Вот тут есть подростки, тоже плодоносят. Видите, вот. Смотрите, через эту подростки тоже плодоносят. Кстати, вот единственное дерево, которое у меня погибло. Вот. Это беда, конечно, но когда из соти на дно, мы переживем. Для чего я тут оставил? А дальше будем распиливать и искать причину. Я работаю как садовый патологоднатом, единственный на планете. Остальные, что видят, о том поют, поэтому и уничтожают деревья. Вот. Своими руками. Итак, вишня, вишня, вишня. Им тоже исполнено 40 лет. Вот. Еще вишня. Еще вишня. Вот. Еще вишня. Каке она дает урожаи? Даже сейчас не поздно посмотреть. Все сотни квадратных метров усеяны вот так. Почему? Собрать их невозможно. Интересно, что же с ложкой делают. Это странно. Первый раз я вижу и не моя. Пусть соседа будет. Так. Значит, вот с такой густотой падают, но уже исклеванные птицами. Потом они или сами раскалываются, но уже эти не могут. Мякоть выедается мышами. Или они, может быть, и мыши их раскалывают. Или еще кто-то раскалывает. Вот. Это вот. Я ничего не преувеличил. Смотрите. Сюда, 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 сюда. И так далее. Все. Это сотни квадратных метров. Это все должно было быть уже, кричу, третий десяток лет. В Европе. Там, где меня прогнали с трибуны международной конференции. Пригласили и сказали, замолчите. Я начал говорить, что в том числе, что эти вишни нельзя трогать. Вот потому и плодоносят. Потому и урожают. Вот хозяин уже 27 лет, как его нет живых. Все заброшено. И вот это вот заброшенный сад. Вот он. Еще. 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 Я начинаю волноваться. У меня давление поднимается. Еще. 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 Вот. Вы думаете, только там, здесь везде, везде эти... Нет, не тысячи. Разве могут быть так много? Десятки, сотни, тысяч косточек упали, которые можно было собрать. Специальная экспедиция. Я кричал об этом. Везде и всюду. Вот. Если смотреть за все годы. У меня просмотров миллионы у моих этих. Это я обхожу дерево. Вот. Ну, тут черемуха влезла. Вот бы ее выпилить и дать простор этим же вишням. Вот вишни полезли. Полезли. Вот уже. Вот. Это корневая отводка. Видите? Вот. И снова положено. И самое главное, что у них такой потенциал. Ой. Однажды случилось, что я не могу удержаться, раз перешел на вишни. Вот это крайнее дерево вдруг дало плоды такие же, как на Украине на юге. Один год. Так-то они обычно, ну, скажем, в два раза мельче, в три раза мельче. Их огромное количество. И вот только тогда, когда я увидел, что вдруг один год вернулось к нему культурное качество, к этой вишне, только тогда до меня дошло. Да, это привезенные. Они не тут родились. Это Сибирь, матушка. Вот. Это тайга. Они были привезены, скорее всего, столыпинскими переселенцами. Кто-то жменьку косточек вез. Кто-то, может, саженец рогожку завернул с любовью, переезжая в Сибирь, с родины. Может быть, с той же Владимирской области. И вот они уцелели, потому что дичали, дичали, дичали. И вот это... И казалось бы, навсегда. Нет. Вот. Клянусь богом, здесь были в два, в три раза крупнее плоды, чем у соседей у всех. А на следующий год мне стало так интересно. Она опять стала, как все. То есть, опять, как бы опять вернулось в полудикое состояние. Вот что было, ребят. Вот почему они должны вернуться в Европу. За хрена мне заткнули рот, и я этим горжусь. Это был мой гражданский подвиг. Выйти, получить по морде. Вот. А потом 20 лет... Нет. После этого семинара прошло лет 10-15. После этого толбить и толбить. Подумайте, зачем после меня выступил человек, ученый, сказал, что да, вишневые сады в Европе уничтожены, но зачем он сказал, что безвозвратно? Зачем он сослался на грибы? У вас там две причины. Знаете, какие? Давайте пусть это будет следующий фильм. Очень важно.